Дорогие друзья, всем привет! У нас с вами любимая программа, программа, которую ваш любимый ведущий Никита Никитин. И сегодня невероятный гость, потрясающий, максимально скрытный персонаж. И сейчас вы узнаете, кто это. Дорогие друзья, с нами Карен. Меня зовут Карен, мне 18 лет, живой в Москве. Я делаю музыку и делаю видео. То есть у меня так делится. Это музыка, это то, что я люблю, мое хобби. И она мне деньги не приносит, только я трачу на это деньги, по сути. А то, что видео, это деньги. Это деньги. И мне нравится это делать. Деньги зарабатывать нравится, и видео снимать я очень люблю с детства. Поэтому монетизировал этот процесс. Служение тебя увлекает? Служение, да. Я так понимаю, что... Ну я так для тебя решил, что видео и музыка тоже будут служением для меня, потому что музыку я делаю христианскую только. И по сути, я могу служить людям, идти по улицам и каждому говорить о Боге. Это тоже классная тема. Но я, например, выпускаю песню, и у меня там за какой-то промежуток времени охват больше в тысячу раз, чем я буду ходить по улицам. И поэтому я считаю для себя так, что лучше я выпущу песню, чем от этого польза будет больше и служения будет больше. Был ли тебе интересен мир? Мне он и сейчас интересен, если честно. Так, с этого момента поподробнее. Я думаю, что всем он интересен, мир. Я понял, что ты имеешь в виду под словом мир. Он мне всегда интересен. Конечно, мы живем в христианской жизни, и у меня всегда искушение есть. Искушение – это и есть мир, по сути, правильно? Поэтому я тоже сейчас, знаешь, я варюсь в этой теме. В рэпе, сам знаешь, рэп – это вообще мирская. Грязное место. Ну, грязный такой трэп чисто. И поэтому я всегда такой думаю, блин, я христианин, я не могу там сказать какое-то слово в песне, я не могу там бабки мне кидать в клипе. Ну, а ты чувствуешь из-за этого как бы не свободу? Это тебя сковывает? На самом деле, да. Я сейчас еду, кстати, всегда еду на программу, я слушаю, короче, одного рэпера, я думаю, блин, вот он крутой, он там может сказать какие-то слова или что-то еще, а я не могу этого сделать. Но потом я понимаю, реально, ну, в этом как бы есть, во-первых, фишка моя, что я этого не делаю, этого не говорю. Во-вторых, в этом есть какой-то, знаешь, хочу сказать, ну, типа я не матерюсь в песне, но тем самым, то есть, все равно меня слушают, я становлюсь популярным, и людям нравится, и получается, типа, так же кочево, то же самое по кайфу, как и в мирских песнях. Поэтому в этом как бы так не все могут, знаешь, как в стендапе, типа, когда-то вот человек, стендапер, там, заматериться, и это усиливает шутку. Так и в рэпе, знаешь, если ты заматеришься, типа, там, или что-то скажешь жесткое, то это будет, знаешь, усилением твоей, как бы, ну, как бы, фристайл, там, например, да? А я как бы не делаю этого, но все равно кайф получается, надеюсь. Тебе известно твое призвание? И движешься ли ты к нему? Мне оно неизвестно. Ну, я пока ищу это призвание. Но в отличие от других и в отличие от себя, ну, как бы, пару лет назад, когда я думал, вот сейчас буду искать призвание, и в это время я ничего не буду делать. Ну, типа, я вот его ищу, вот так жду весь день на кухне, сижу, чай пью. А я понимаю, что нужно искать призвание, нужно его искать, реально, нужно что-то делать постоянно. Как бы, неважно, ты ищешь, не ищешь, оно у тебя есть или оно у тебя нету, все равно должен служить, все равно должен делать какие-то крутые вещи. Как бы, не зависит от того, есть ли я призвание или нету, поэтому я, как бы, не останавливаюсь, я его ищу, как найду, так скажу. Часто тебе бывает стыдно за то, что ты верующий? Слушай, ну, стыдно, ну, стыдно не бывает, нет, нет, сейчас я горжусь тем, что я верующий. Я, как бы, советую тем людям, которые это проходят сейчас в школе или же там… Вот на эту камеру. В школе или же в колледже, что терпение и, как бы, стойкость, потому что, вот, когда вы христиане, это образ жизни, вот, знаешь, когда мы христиане, у нас мы как мишень реально постоянная, это ответственность жесткая, ну, вот реально, это прям такая ответственность, когда мы должны святыми быть, вот, все думают, что мы святые, реально, вот, Иисус, а потом уже мы там идем, знаешь, нимф на голове, что мы ничего не можем даже послушать какую-то песню в школе, просто нужно быть стойким и держать позицию, в принципе никогда не предавать, типа, вот я христианин, это моя жизнь, не важно, что мне говорят, я следую за Богом и, типа, знаете, что это, как бы, это Бог тебя вознаградит. А кто для тебя является примером? Знаешь, там, многие пастора, Иисус – правильный ответ, но вот для тебя? Для меня, например, всегда разный человек, вообще я сам себя мотивирую, вот это такой лайфхак я для себя открыл, что, ну, типа, лучше, чем я сам, никто меня не замотивирует, вот, и я для себя даже примером являюсь на самом деле. Главное, я считаю, желание, знаешь, типа, когда у меня есть желание сделать лучше, сделать круче, желание стать лучше, стать круче, чем я вчера был, вот, тогда, мне кажется, даже пример не нужен никакой. Вот есть Иисус, есть Библия, есть позиция и есть желание. Типа, лучше вот Бога, типа, нет примера, и лучше тебя, потому что точно ты в Боге не разочарируешься никогда, и в себе, ну, ты, если ты сам не закачаешься, то тоже нормально будет. Твои родители, как вообще у тебя проходит с ними контакт, ты контактируешь вообще? Я знаю, что у тебя мама в служении, да? Да, у меня мама левит, она пойдет в церковь, она мне прибыла в церковь, и я за это очень ее люблю и благодарю. Я живу сейчас с папой, жила с мамой, мама у меня в церкви, поэтому я как бы тоже с ней хотел в церковь, вот, а папа у меня не в церкви, сейчас я с ней живу, и я, конечно, ему говорю о Боге, ну, как бы, стараюсь часто говорить, но со временем, как бы, ну, сколько я живу с папой, я понял, что лучше, чем быть примером, ну, как бы, знаешь, делами показать. Делами. Ну, семья где с мамой, да, отчим, мама, они в церковь и христиане, как бы, это очень круто на самом деле. Я буду произносить различные фразы, а ты должен будешь угадать, это книга-притч или пацанский цитатник, или вообще цитаты великих людей. Готов? Да. Брат за брата, за основу взято. Так, ну, я думаю, что, а что нужно сказать? Что нужно сделать? Это книга-притч или пацанский цитатник, или цитаты великих людей? Брат за брата, за основу. Ну, я думаю, что это и то, и то. Думаю, я тоже так говорил. Правильно. Простаки. Научитесь предусмотрительности, глупые, научитесь разуму. Йоу. Я думаю, что, знаешь, в пацанском цитатнике может быть все, что угодно, поэтому я буду говорить просто цитатник пацанский, а там по-любому что-то из Библии всегда есть. Ну, вообще, это чисто книга-притч. Да? Лучше быть никем, но иметь слугу, чем притворяться знатным, нуждаясь в любви. Точно. Иисус так и сказал. Да. Шучу. Да, реально, да? Да, это книга-притч. Есть. Отличный способ проберить человека, довериться ему. Точно пацанский цитатник. Это Эрнест Хемогуэй. Да? Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Правильника наставь, и он познание приумносит. Так, ну точно притчи. И это верный ответ. Там такие слова есть, просто синодальный перевод, сразу все чувствую, запах. Мудрый сын радость своего отца, а глупый сын горе своей матери. По-любому притчи. Если никто не открывает, стучите сразу в несколько дверей. Так, точно пацанский цитатник. Не пацанский или пацанский? Пацанский. Это Ник Вуйчич. Да? Да. Ну пацан, нормальный. Так, ну хорошо. Кто настолько глух, что даже от других не хочет слышать правды, тот безнадежен. Я в Библии такого не помню, если честно. Цитатник? Да, цитатник. Карен, я так понял, что ты с Библией знаком на ура. А расскажи, тебе личная встреча с Христом уже происходила? Я думаю, да. Я не знаю, я думаю, это конечно происходило. Ну да. Как бы ты воспитывал своих детей? Вот знаешь, я последние года два, да, прям очень часто об этом думаю. Я вот очень хочу семью, реально. Я это признаю сейчас. Потому что, знаешь, проклятие рэпера и как бы такого чувачка, который, знаешь, пацанчика, это в моем возрасте, знаешь, когда ты стараешься пафос какой-то задать немножко, ютубчик туда-сюда, бизнес, все дела, ты не можешь сказать типа я хочу семью, я хочу детей, я хочу жену. Я очень хочу семью и я думаю об этом каждый день, потому что наблюдая за тем, что происходит сейчас в семьях, это вообще такая жесть. Вот и я каждый день думаю о том, как бы я воспитал своего ребенка и, знаешь, я бы воспитывал в любви реально. Ну и что это значит? Ну я прям максимально влюбил, максимально, знаешь, и по Библии. Потому что Библия это гарантия счастливого, ну не тоже гарантия, а, знаешь, это фундамент, а любовь это просто в основном, ну, такая упаковка. Вот, поэтому я всегда буду в любви и в Библии. Прямо, знаешь, с рождения. Потому что, обычно, вот, знаешь, в церкви, когда приходит церковь, например, да, или, как-то, знаешь, они начинаем, не знаю, короче, вот у меня было так, что я бы начал, там, с тринадцатого, с подросткового возраста, типа, да, этого все получаю, типа, библейский фундамент. Это сложнее, чем с детства, знаешь. И поэтому я прям буду классно воспитывать детей. Я прям чувствую, что будет все четко. Самый запоминающийся нехристианский поступок за последнее время? Или вообще за счет? Мой? Твой. К примеру, например, вчера я просто в сториз выложил песню мирскую, и мне человек говорит, что это она с матами? Я говорю, да. Он говорит, а это, ну, типа, правильно слушать? Я говорю, нет. А он говорит, а что ты так слушаешь? Я говорю, ну, просто, знаешь, не то, что это не христианский поступок, но мне иногда, знаешь, раздражает, что я как мышка в мышеловке, знаешь, типа, что, блин, я вот в каких-то рамках постоянно, что я не могу даже песню морскую послушать, знаешь, типа, если я послушаю, ты что слушаешь морскую песню? Давай, закруйся, это мы, ты, знаешь, типа, ну, блин, я, во-первых, развиваюсь профессионально, как рэпер, да, и мне нравится, блин, морская музыка. Ну, знаешь, морскую музыку нужно слушать тоже очень правильно. Важно в жизни, знаешь, тоже, чтобы ты сам себя загнал в рамки, потому что, когда тебя кто-то другой загоняет, рано или поздно у тебя будет какой-то мини-бунт в сердце. Вот у меня это происходит иногда, знаешь, потому что я понимаю, что есть какие-то рамки, которые мне загоняют, знаешь, шаблоны в мир, там, что я не могу зарабатывать там больше какой-то суммы или не могу, не знаю, послушать морскую музыку. А когда я сам говорю, Карен, не нужно слушать музыку с матами, например, тогда я нормально к этому отношусь, и я с ума не схожу. Или, например, татуировки, типа, я не буду их делать, как бы я сам к тебе говорю, потому что я вот сам решил. Тогда ты классно, ты продержишься долго. А когда ты тебе говорю, мама, знаешь, вот такая вот про воспитание детей. Кстати, у меня есть такой пример. Есть друг, кто знает, райшоппинг, фазер армс, бренд одежды, христианский, кстати. И мы ехали с его семьей, и мы общаемся по поводу татуировок туда-сюда, и я говорю, типа, я хочу себе татуировку набить. Ну, я уже не хочу. Так, ладно, забудем об этом. Как? Короче, я говорю, Дим, ты разрешаешь своей семье, ну, я бы своим дочкам делал татуировки? Он говорит, ну, да, разрешаю, пусть делают. Я такой, типа, офигеть. А я у них спрашиваю потом, в эту же секунду, а вы хотите? Они говорят, да нет, зачем нам эти татуировки? Я такой, офигеть просто. Я понял, реально, когда ты даешь волю человеку, и он сам понимает, зачем ему они не нужны, тогда он реально, ну, он классно делает, и он, знаешь, твердый тоже фундамент у него получается там в сердце, да, по поводу какого-то решения. А когда его там родители загоняют в рамки, типа, ходи в церковь, вот они заставляют его ходить в церковь, вот, не объясняют зачем, кто такой Иисус Христос, или зачем он тебе нужен. Ходи в церковь, там, вот в кресенье пошел, ну, типа, на молитву покаялся, да, там, кресчись. Поэтому, знаешь, и бунты бывают жесткие, прям, очень жесткий бунт. Вот реально я очень часто это наблюдаю, даже у детей пастырей, вот реально, и у епископов прям жесткий бунт. И я понимаю, что когда сам человек понимает, зачем что-то ему не нужно или нужно, тогда правильный фундамент и правильное решение. Реально и от Бога, кстати, я так думаю. Потому что когда я заставляю человека, тогда он, знаешь, совесть, это и есть Дух Святой, да, я думаю. И когда он сам принимает решение, то это он делает через, фильтрует через Дух Святого и принимает решение через Бога. Ну, короче, схема очень высая. Мне нравится с тобой общаться. Пастора-актеры. Как ты к ним относишься? Типа, это вообще нормально? Ты не считаешь, что это просто актеры, которые зашли слишком далеко и в свою роль очень углубились? Я думаю, что это можно приравнить. Вот ситуация в нашей церкви была недавно. Я думаю, что про это можно говорить. Ну, типа, она же была. Вот. И, короче, пастор, что-то произошло и… Очень конкретно. Ну, что-то, да, такое непонятное произошло в нашей церкви. Вот. И, короче, он ушел, там, много людей тоже… Короче, бывает такое в церквях, бывает. Вот. И я в тот момент понимаю, что не нужно, знаешь, надеяться на пасторей. Вот ответ на вопрос, типа, пастора-актеры. Я думаю, что типа, пофиг. Потому что, ну, рано или поздно Бог его как уберет. Если он играет реально, Бог его реально отодвинет вообще далеко. Поэтому, ну, типа, если они есть, то они еще недолго протянуты. Я так считаю. А теперь тебе нужно будет записать послание прямо вот на эту камеру, дорогим друзьям, которые нас сейчас смотрят. Или родителям, или детям, или всем вместе. Главный твой принцип или то, что ты хотел, чтобы каждый знал. У вас есть выбор. Как бы это самое важное. Я считаю, что вы можете поступить так или можете поступить по-другому. Вы можете воспитать своих детей вот так или можете поступить по-другому. Типа, потому что люди сейчас… Ну, знаешь, мы не знаем, сколько мы живем. У меня вот недавно друг, он просто… Все хорошо было, молодая пара раз и умирает от сердца. Ну, типа, я думаю, офигеть! Просто ничего не предвещало беды, и бабах его не стало. Я понимаю, что нужно ценить каждый день, любить… Это, знаешь, простые слова, простые вещи, которые мы и так знаем, но мы как почему-то их не делаем. Знаешь, вот все просто. Вот реально Бог создал все простым. Люби свою семью, люби своих детей, воспитывая их по принципам духовного мира, по принципам церкви. Звучит это, может быть, непонятно, как-то сложно для тебя, может быть. Но, поверь, это очень важно, когда семья… Важно, очень важно, я сейчас наблюдаю это в своей семье, чтобы семья была на одних принципах. Чтобы у всех были в семье одни принципы. Это очень важно. От этого могут пострадать и ваши дети, если у всех разные принципы, и вы сами. Поэтому принципы в семье – это очень важно. любите своих детей, дети любите родителей. Потому что, каким бы они ни были, они ваши родители. Вот. И все будет хорошо. Во имя с Христа. Друзья, с нами был профессионал, рэпер, великий вообще и прекрасный Карен. Карен, спасибо тебе. Отличная программа, отличный разговор. С нами был Карен, с вами был ваш великолепный и очень скромный ведущий Никит Никитин. Программа «Диван вопросов от родителей». Пока. 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 Пока.